всем привет с вами сакура и сегодня у нас будут пустые баночки по традиции я начинаю со средств для волос и поэтому покажу вам средства от планеты органика это укрепляющий бальзам хамам для всех типов волос это моя находка я периодически покупаю данное средство и если вы хотите супер бюджетный и супер полезный продукт который работает обратите внимание потому что это очень классная вещь следующее что вам покажу это два продукта get для душа и бальзам ополаскиватель от компании свобода и серия свобода почему их показываю вместе да потому что они отвратительные имеют ужасный аромат кислого лимона и так начнем с бальзама ополаскивателя для жирных волос экстракт мелисы экстракт крапивы протеин пшеницы объем и свежесть без утяжеления этот бальзам ничегошеньки не делает он очень жидкий его нужно очень много и даже добавить туда масла для волос ничего не изменилось продукт отвратный гель для душа бодрящая свежесть экстракт зеленого чая экстракт апельсина тоже продукты неприятные очень навязчивый аромат этого кислого лимона хотя из этой же серии у меня был гель для душа с клубника от которого просто сходила с ума он реально крутой это же средство она вообще кардинально отличается даже консистенции более густой и вообще по моему это средство было нескончаемое как назло почему все самое хорошее быстро заканчивается самое плохое просто невозможно добить и следующий продукт отдав гель для душа мне тоже не понравился это у нас нежное обновление гели скраб для душа я очень люблю компанию дав и очень редко когда мне действительно продукт не подходит аромат нетипичный для марки дав то есть это не нежная кремовая нежность невесомая это у нас типа свежесть но свежесть абсолютно неприятная потому что типа и здесь небольшие синие гранулы и вообще их очень много но не знаю для чего не так как я считаю если это гель для душа он должен быть только гелем для душа если же это скраб для тела это должен быть скраб для тела я люблю когда эти продукты не вместе а как самостоятельные не понравился не куплю следующее что покажу вам это средство для ног вот этой вот фирмы которые не могу произнести крем для ног мне понравился это молоко и мед очень нежный приятный аромат классный 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 кремушек приятно было пользоваться им и вот такая вот ванночка для ног это был порошок лилового цвета в общем то я еще дополнительно добавляла соль мне показалось этого порошка мало ну в общем то ноги были мягкие но я думаю у тех у кого они мягкие они все равно будут мягкие а у кого какие-то проблемы не думаю что это средство как-то кардинально что-то изменит либо же поможет следующие два продукта тоже объединю в одно целое это планета органика из серии кошерный продукт эти два средства ни о чем то есть они и не ужасные но они и не хорошие то есть они какие такие были бы скорее бы закончились и больше не куплю как-то так первое это у нас минеральный крем бальзам для ног 16 минералов мертвого моря с ароматом лаванды как я сказала ни о чем и ежедневный скраб гаммаж для лица тоже ни о чем в общем то были и были не хочу больше повторять следующее что покажу от dolce milk это у меня молочко для снятия макияжа молоко и абрикос я покупала целую линейку данных продуктов в прошлом году и вот молочко для снятия макияжа мне задержалась не к чему придраться отличное средство хорошо снимает макияж и плюс очень бюджетно и аромат мне очень понравился пахнет абрикосами люблю абрикос в косметике аромат абрикосов косметики следующее что покажу это вот такая вот кроха от анна лоттон классика жемчужная маска мне не понравилось вообще последнее время перешла только на тканевые маски ну вот просто на них и вот этот мне попался коробочки красоты я решила попробовать это средство жжет кожу девчонки меня даже которую там тоники клиник не берут вот это средство мне очень жгло кожу поэтому я вообще шоке от него очень неприятно его на себе вообще ощущаете как-то потом когда смываешь а смывается но очень тяжело гадость в общем и тканевая маска лавитасион мне понравилось пробую не первый раз это у нас пептидно-коллагеновая маска для лица номер 32 классное средство следующее что хочу показать это у нас для тела идет растительный уход для тела от евроше это молочко для тела для очень сухой кожи она да наверное может быть если у вас очень сухая кожа как ну не знаю как пергамент вам это средство возможно и подойдет если у вас вот у меня нормальная то есть и это средство она нереально жирная неприятная долго впитывается в кожу до к вечеру то все-таки впитать окончательно и кожа будет приятная на ощупь но если вы идете на работу на учебу но вам вот это будет неудобно использовать и ждать когда же она впитается и аромат навязчивый мне понравилось следующий продукт от л.р. какая-то фирма миниатюрка попадалась коробочки красоты с алоэ вера это крем как для лица так и для тела использовала я вот только для тела очень понравилось нежный травяной аромат быстро впитывается кожа гладкая мягкая приятная вот классное средство мне очень понравилось и еще продукты у нас типа как декоративный как-то немного относится косметики в общем это от евроше средства для снятия лака средство классное да это хорошее оно не сушит кутикулу не делает ногти какими-то ужасными но посмотрите какая огромная какое огромное отверстие дырочка просто нереально то есть продукта уходит на ватный диск больше чем надо его очень очень можно легко разлить то есть я смывала ногти только над раковиной и несколько раз разливала это средство что ну реально неудобно в использовании хотя она очень хорошие и заканчивается очень очень быстро имеет не такую цветочную дужку и ну если можно сказать да приятно пахнет об этом средстве и когда даже руки помойте все равно ногти какое-то время вот чуть-чуть цветочками пахнут не знаю средство хорошее но вот надо тут что-то придумывать производителю следующее что хочу показать от арт визаж это у нас гель для бровей в общем то я не нуждаюсь в данных продуктах во первых у меня я не крашу брови не карандашами ничем абсолютно так как у нас эпоха толстобровиков сейчас я с этим вообще не запариваюсь у меня брови широкие в общем то как раз для нашей моды современной и так как у меня челка то и нужды какой-то нет как то укладывать волосок волоску потому что челку я ношу всегда в общем то да с этим средством брови выглядит ухоженней но это средство очень быстро мутнее то есть туда же попадают даже как немного пудры моей попадала тонального средства и очень неприятно использовать ну как-то не гигиенично кажется что ли ну так в принципе наверное нормально кто нуждается в принципе нормальное средство вот такие вот были мои пустые паночки сам было сакура пока пока